С сегодняшнего дня все электронные кошельки россиян под колпаком у Центрального банка. С 1 октября вступают в силу положения закона о национальной платежной системе, которая ужесточает электронный оборот денег. Все крупные красноярские компании говорят, что успели подготовиться к этим нововведениям, ну а фирмы-однодневки и всевозможные мошенники с этого рынка должны уйти. Рынок электронных денег Красноярска – это десятки миллионов рублей каждый месяц. Горожане через интернет оплачивают покупки, связь, услуги ЖКХ и прочее. Для многих это удобно – завел электронный кошелек и трать, не выходя из дома или офиса. Деньги, которые как бы хранятся в интернете, были не подконтрольны финансовым властям. То есть компания, предоставляющую эту услугу, могла с легкостью обанкротиться, не вернув остатки клиентам. Фактически, под честное слово, работали крупнейшие игроки рынка – Яндекс.Деньги, Вебмани и другие. Очень много, мы знаем, новостей, что что-то либо списывается, что-то либо там крадется, там данные крадятся, там миллионы им пользователей, там сотни тысячами. И все это под угрозой. Естественно, это небезопасно. Отныне все компании, которые предоставляют услугу электронный кошелек, должны либо получить статус небанковской кредитной организации, либо перевести средства клиентов на счета в коммерческие банки. Гарантировать их сохранность будет уже государство. Все остальные кошельки уйдут с рынка. Денис Серединин, директор платежной системы Ситипэй, говорит, что с 1 октября через его терминалы на нелегальные кошельки деньги перевести не получится. Те, кто не перешел, соответственно, все владельцы и все терминальные сети должны будут приостановить с такими компаниями работу. Соответственно, на рынке останутся единицы компаний, которые реально являются операторами электронных денег. Он также ограничивает оборот анонимного электронного кошелька до 40 тысяч рублей в месяц. Остаток на счете не может превышать 15 тысяч. Такое ограничение, по мнению государства, должно пресечь отмывание нечестно нажитых денег. Чтобы распоряжаться большими средствами, свой кошелек нужно идентифицировать, прийти в компанию с паспортом и оставить личные данные. Мы, как платежная система, зарегистрировали кредитную организацию еще в 2008 году. Поэтому у нас здесь полное соответствие закону. И все пополнения, которые мы производим, многоэлектронные кошельки, люди на себе не ощутят. Крупнейшая красноярская система электронных денег «Копилка», у которой больше 300 тысяч клиентов, поддерживает нововведение. Конечно, пришлось проделать немало работы, чтобы соответствовать новым требованиям, перенастраивать программное обеспечение, переподписывать договоры с партнерами. Но здесь считают, что это путь к более цивилизованному рынку. Сейчас закон дает однозначный ответ и повышает гарантии, минимизируя риски физиков. Добавлю, что с 1 октября статистикам также удастся посчитать, а сколько вообще электронных денег в России. Ведь все они теперь будут под учетом. Сейчас существуют только приблизительные оценки от 60 до 100 миллиардов рублей в год. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне на мой телефон 292-9127 или пишите на наш сайт afontovo.ru Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтова новости.